Подразделения соединений воздушно-десантных войск и Южного военного округа, задействованные в масштабных межвидовых учениях на полигоне АПУК в Крыму, возвращаются в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Военнослужащие совершают марши на железнодорожные станции и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, платформы, а также самолеты военно-транспортной авиации в Керчи и Феодосии. Всего в периодислокации будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено более 30 вылетов самолетов военно-транспортной авиации. Более двух десятков боевых кораблей Черноморского флота уже вернулись в пункты постоянной дислокации. Напомним, в четверг на полигоне АПУК в Крыму прошел основной этап учений задействованных войск. Они проводились в рамках внезапной проверки боеготовности. Подразделения бригады привлекались для сдачи контрольной проверки за зимний период обучения, совершили марш с дорожным транспортом, выполнили поставленные задачи. В настоящий момент совершаем погрузку на дорожный транспорт для совершения марша в пункт постоянной дислокации протяженностью более 1300 километров. В министерстве отметили, что в активной фазе учений участвовали более 10 тысяч военнослужащих, 1200 единиц вооружения и военной техники. В рамках общей контрольной проверки подготовки войск маневры еще пройдут на территории всех четырех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Всего в апреле запланировано более 4000 учений различного масштаба.